итак понадобилась мне очередная деталька это стяжка для трубы ну я как обычно сделал запись как моделировал эту детальку выбираю цилиндр и сразу же делаю сетку поплотней добавляя subdivision вместо 20 выставляю 36 так ну и само собой поворачиваю на 90 градусов удаляю лишние полигоны сразу поскольку они мне здесь не нужны так и выбрать толщину для крепления болтов так но где-то такой толщины я думаю хватит ну и так же делаю экструд вытягиваю вверх и прикидываю хватает ли мне этой толщины или нет я думаю хватает болты в принципе будут нормально крепиться так теперь мне нужно скруглить выбираю ребра по краям и перетаскиваю вниз сильно далеко вниз опускать не буду так ну вот в принципе я нормально скруглил на троечку нажимайте и смотрите устраивает ли это скругление или нет так и немного подтянул так ну вот принципе хорошо так добавляя посередине ребро и как обычно половину удаляю добавили и удалил половину так и теперь делаю нормальную сетку добавляя еще ребра также выбираю ребро посередине добавляю и опять посередине добавляю чтобы сетка у меня была ровная так и здесь также итак теперь мне нужно отверстие для болтов но отверстие я буду делать простенькие в принципе можно было бы еще и углубление сделать такое довольно своеобразное ровненькое но мне не нужно такое углубление поэтому у меня будет просто тупо отверстие так делаю экструд ну где-то вот на такое вот расстояние опять делаю экструд и теперь уже делаю скругление так и стягиваю ну вот принципе вот такое вот отверстие будет так и опять делаю экструд и втягиваю внутрь далеко пока втягивать не буду поскольку я еще не знаю на какое расстояние на нужно будет отверстие сделать меня же будет сквозно сквозное отверстие поэтому так приблизительно пока оставлю так выбираю ребра и также делаю толщину самого крепления опять делаю экструд и уже втягиваю внутрь также делайте привязку к точкам либо к ребрам где вот тут он привязку можете либо к точкам либо к ребрам и подтяните чтобы было ровненько но вот у я вот выровнял нормально так можете сразу ребра добавить так но вот в принципе также выровнял ну и также удалять все лишнее я же постоянно буду зеркалить мне всего нужно одну часть сделать и просто тупо отзеркалить я же не буду каждое отверстие по отдельности делать так теперь мне нужно полигоны объединить у меня же крепление состоит из двух частей так что выбираю ребро так что выбираю ребро так что выбираю ребро и делаю тупо экструд и тащу вниз я буду по старинке делать можно было это намного проще сделать так ну в принципе выбирайте привязку к точкам и можете просто выровнять так поближе посмотрю нажимаю привязка к точкам и выравниваю так ну и также выбираю все нижние вертексы и делаю мэдж так ну все все вертексы у меня сцепились теперь я добавляю ребра так где-нибудь приблизительно ну постараюсь поровнее выставить и также выбираю вертекса и сцепляю вместе так выбираю вертекс тащу вверх еще приближусь тащу вниз так ну и нажимаю на троечку и смотрю все ли у меня вертексы сцеплены ну все все вертексы сцеплены вот теперь мне нужно сделать сквозное отверстие опять же выбираю эти полигончики у этого отверстия и тащу насквозь так мне самое главное чтобы видеть удаляю эти полигончики так и теперь выбираю с этой стороны полигоны и так же делаю экструд и так же потом скругляю так сейчас посчитаю правильно правильно так делаю экструд ну где-то на это расстояние опять же делаю экструд и уже делаю скругление и так же стягиваю и выравниваю так в общем подгонять под отверстие еще побольше стянуть и выровнять я в принципе вертексы буду сшивать у меня все равно отверстие будет ровным ну хотя бы приблизительно пока выставить и посмотреть все ли совпадает ну в принципе все совпадает а дальше я все равно вертексы сошью я говорю отверстие будет ровно так ну вроде все нормально удаляю полигоны и так же выбираю ребра у этого отверстия и выравниваю так же делаете привязку к точкам и просто выравниваете все я выровнял и теперь просто выбираю вертексы и пришиваю и так вот по кругу прошелся и все как я и говорил отверстие получается ровным так вот по кругу прошелся так же на троечку нажимаете и проверяете все ли у вас вместе сшилось ну все сшилось так ну и теперь мне остается выбрать поддерживающие ребра на яме до которой сохраняют форму и будем делать фасочки так вот здесь у меня будет фаска с этого края у меня так же будет фаска так и с этой стороны у меня так же будет фаска так вот до самого низа ну и само собой отверстие так же мне нужно выбрать у меня так же будет фасочка на троечку нажимаю проверяем все ли хорошо получилось да в принципе неплохо и так же у отверстия нужно сделать фаску так я смотрю мне здесь какой-то косяк просто удаляйте эти лишние полигоны все мы исправим да я вижу какой-то у меня тут косяк получился но это не страшно я когда зеркалить буду я еще исправлю так дальше везде вроде как все нормально так вот здесь у меня так же лишний полигончик так же удаляю так ладно выбираю отверстие так же делаю бэвол так вроде как все выбрал все нормально и так же жму на троечку и проверяю да все нормально так ну и мне не нужно чтобы у меня отверстия сильно близко были друг другу поэтому я немного сделаю экструд ну в общем и расстояние сделаю между отверстиями вот где-то на такое вот расстояние но если нужно больше делайте больше расстояния так сразу исправлю косяки где присутствует везде проверяем так ну вот на троечку нажимайте и проверяйте вроде все нормально ну а теперь можно отзеркалить так выбираем отзеркалить так так секунду а что это мне так как-то неправильно отзеркалится ну да ладно в принципе расстояние выбирайте насколько вы хотите отзеркалить ну вот в принципе нормальное расстояние между отверстиями вот мне вот такое вот крепление надо так же на тройку нажимайте смотрите где что не так вот я смотрю у меня здесь посередине стяжка получается так выбираю все ребра делаю их мягкими и опять на троечку нажимаю и смотрю но все равно там какая-то стяжка какой-то бугор надо исправить этот косяк так просто немного сетку перестроить и все так здесь я просто вместе сцеплю так так эти ребра удалю и просто добавлю ребра вниз мне кстати ребра можно было возле отверстия также выровнять ну да ладно в принципе не обязательно тем более для такого вот простенького крепления сильно заморачиваться не нужно кстати посередине ребра также можно удалить если вы считаете что сетка плотная жмем троечку и смотрим ну вот видите бугор исчез никакой стяжки нету вот и исправили ну и так же возьмите посмотрите если где-то что-то не устраивает возьмите перестройте сетку ну в принципе подойдет нормально дальше отзеркаливайте вниз ну вот в принципе крепление готово поскольку мне всего нужно было сделать одну часть так ну и дальше чистим историю удаляем все что тут намудрили дальше дублируйте так ну вот и вторая часть крепления поскольку крепление состоит из двух одинаковых частей это крепление для стяжки трубы в общем понадобилась мне такая деталька заодно я и записал как я ее быстренько делал ну и так же если вы хорошо ее сделали если у вас хорошая сетка в принципе можно так же закинуть в китбаш чтоб потом больше ее не моделировать ну тоже смотрите если у вас там сетка хорошая все нормально сделано тогда и стоит закинуть в китбаш можете так же бин накинуть и сделать темный цвет и посмотреть на блики есть ли где-нибудь стяжки если стяжек нету значит можно оставить детальку ничего исправлять не нужно вот пожалуйста за 15 минут быстренько смоделили что это за 50 минут старая часть смоделuta обновлении рецепт и saying что это что это и это